Всем привет, с вами Альфафан. Сегодня я разберу айсберг по Windows. Скажу сразу, в нем я вырезал типичные версии винды, из-за того, что про них уже думаю все слышали. Ну что ж, поехали. Вершина айсберга. Офис. Пакет офисных программ от Microsoft, в который входят всеми известные Word, PowerPoint, Excel и другие подобные. Светлая тема. Думаю, тут и так понятно. Windows Media Center. Приложение для проигрывания мультимедиа контента из жестких и оптических дисков, а также интернета. Распространялось для Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1. Windows Insider Program. Это открытая программа тестирования программного обеспечения от Microsoft, для тех, кто имеет лицензию в Windows 10, 11 или сервер. Было открыто в 2014 году. Блотвейр. Это те самые многим ненужные предустановленные программы. Встречаются они не только в винде. Notepad. Самый простой текстовый редактор Windows. Windows. PSOT. Или синий экран смерти. Сообщение о критическом взбое в системе. Серверные версии. Версии Windows предназначены для различных серверов. Surface. Серия планшетов, разрабатываемых и продаваемых компанией Microsoft, заточенная под использование на них, сами знаете какой системы. Home Editions. Издание версии Windows для домашнего использования, в которой лишены большинства функций произдания. Blizz. Windows. Или же безмятежность. Те самые стандартные обои Windows XP. Aero. Тема, которая присутствовала в Windows Fista i7. Впервые появилась в Windows Longhorn. Remote Desktop. Или же отдаленный рабочий стол. Программа для дистанционного управления компьютером из другого компьютера. Microsoft Store. Магазин приложений, который появился впервые в Windows 8, активно функционирует и по сей день. Середина айсберга. MS-DOS. Однозадачная дисковая операционная система для компьютеров. По факту, есть прародительницы Windows из-за появления графических оболочек, одной из которых была Windows. Автоматические обновления. Обновления Windows и его компонентов автоматически. Случаются при перезагрузке или выключении компьютера. Windows Live. Недействительный пакет интегрированных веб-приложений и мультимедиа программ от Microsoft. Windows XP Media Center Edition. Издание Windows XP с интеграцией вышеукоменового Windows Media Center. Версия номер 6003. Если честно, не понял до конца смысл этого пункта. Но как по мне, он отсылает нас к изменению номера сборки Windows Server 2008 из 6002 на 6003. Я так понимаю, чтобы не было путаницы, потому что номер 6002 использует Windows Vista. Версии Embedded. Версии Windows предназначены для применения в специализированных устройствах, такие как информационные платежные киоски, кассовые аппараты, системы безопасности, видеонаблюдения и т.д. Windows RT. Редакция Windows 8 и 8.1 для планшетов и компьютеров на архитектуре ARM. Clippy. Или Scrippish. Функция помощи пользователям в виде интерактивного анимированного персонажа Microsoft Office. Стал своего рода мемом среди пользователей Windows. Starter Editions. Самые упрощенные и урезанные издания Windows часто распространялись в развивающие страны с новыми компьютерами, как правило с нетбуками. PSOT на презентации Windows 98. Это случай, произошедший во время тестирования USB устройства, при котором вспыл синий экран смерти. Windows Longhorn. Это, я бы даже сказал, одна из самых популярных бета-версий Windows. Является кодовым названием и бета-версия Windows Vista, разрабатываемой с 2001 по 2004 года. После проект был перезапущен и в 2005 стал привычной нам Vista. Windows Phone. Операционная система, разработанная Microsoft для мобильных устройств, как конкурент Android и iOS в 2010 году, но позже, а именно в 2018 из-за непопулярности разработка была закрыта. А в 2020 закончилась поддержка. Aerosnap. Функция, которая впервые появилась в Windows Vista, как компонент Windows Aero. Позволяет растягивать окна на весь или пол экрана движением окна к краю экрана. С 1.0 до 3.0. В данном пункте имеется в виду про первые три семейства Windows, которые были графическими оболочками для MS-DOS. PostReady. Одна из редакций Windows Embedded. Whistler. Кодовое название и бета-версия Windows XP, которая... Э-э-э-э-э... Пьём-пь-пь-пьём. Которая разрабатывалась в 2000 по 2001 год. Metro. Стиль оформления графического интерфейса впервые появился у Windows 8. Низ айсберга. Windows Vienna. Кодовое название, отменённый ОС, разрабатываемый с 2001 по 2007 год. Предыдущее название BlackComp, которая должна была стать приёмником Windows XP. Но разработка была отменена из-за большого количества функций, которые невозможно было завершить в разумные сроки. Позднее была заменена на Windows 7. Welcomen. Та самая музыка, которая играет при втором этапе установки Windows XP, созданная в 1996 году композитору Стэну Леппорду. Windows 9. Пункт про то, почему такой системы не существует. На что есть простой ответ. Чтобы программы не думали, что они запускаются на Windows 95 или 98. Neptune. Кодовое название, отменённой ОС, разрабатываемой с 1999 по 2000 год. Должна была стать первой потребительской версией Windows, базированной на ядре NT. Позднее проект был закрыт и заменён на Windows Whistler. Сборка 4050 от 22 октября 2003 года. Это сборка Longhorn, в которой впервые была показана тема Aero, вариант которой был похож к финальной версии. Windows Subsystem для Linux. Возможность, при которой разработчики могут одновременно получить доступ к возможностям Windows и Linux на компьютере с Windows. То есть устанавливать дистрибутив Linux и использовать приложения, утилиты и инструменты командной строки Linux непосредственно в Windows. Оболочка для старых Xbox основана на Windows 2000. Xbox OS для Xbox и Xbox 360 по факту были модифицированными версиями Windows 2000. Windows CE. Версия Windows для карманных компьютеров является предшественником Windows Mobile. Ultimate Extras. Специальное приложение, доступное только для пользователей Windows Vista Ultimate. Windows 1.0 Premier Edition. Это предварительная версия Windows 1.0 для крупных компаний с целью показать, что разработка не идёт впустую из-за того, что релиз переносился. React OS. Международный проект свободной и бесплатной операционной системы с открытым кодом, совместимый с приложениями и драйверами Windows. Возможные кодовые имена Windows 7. К Windows 7 часто приписывают такие кодовые имена, как BlackComp и Viena. Но к ней они никак не относятся. На самом деле у неё нету кодовой имени. Точнее, такое же, как и финальное название. OS-Tian. Это различные ОС, в том числе и Windows в виде аниме персонажей. Previews. Это тестовые сборки Windows, которые распространяются участникам, вышеупомянутого Windows Inside Program. Темные воды. Windows 1.0 основана на macOS. Если углубиться в историю, то можно узнать, что Apple со своей macOS была первой ОС и с графическим интерфейсом. Этим вдохновилась Microsoft при создании Windows 1.0. Mishael Soft Bimbos. Это название ныне закрытой мастерской по ремонту поддержанных компьютеров в Koajimaki, Японии. И пародия на название Microsoft Windows. Изображение витрины стало предметом мемов. Odyssey. Кодовое название отмененной версии Windows, которое разрабатывалось параллельно с Windows Neptune, предназначалось для бизнес серверного сегмента. Но позднее, как и Neptune, заменена Whistler. Longhorn Flash Demo. Это демки Longhorn в виде программ, которые показывали будущий концепт системы. 1.0 ByteBuild. По факту является самой первой сборкой Windows 1.0 и впоследствии первой сборкой Windows вообще. Было представлено для журнала Byte в далеком 1983 году. 2.0 BetaFish. Это рыба, которая появлялась на обоих экранах загрузки в бета-версиях Windows 7, 8 и 8.1. Кстати, название рыбы этого вида – бета. Поэтому не странно, почему изображали именно ее. 2.0 Cairo. Кодовое название версии Windows, разрабатывавшееся с 1991 по 1996 год. Одна из первых попыток создать ОС нового поколения. Хоть проект и был отменен, большинство наработок, такие как панель задач и кнопка пуск перешли в другие проекты. 3.0 Бездна. 3.0 Windows 3.0 Планируемые обновления для Windows Neptune, упоминание о котором есть только в официальных документах Microsoft. 4.0 Windows Refund Day. 15 февраля 1999 года в США пользователи Linux, разработчики открытого ПО пошли лично в офисы Microsoft, чтобы вернуть деньги за лицензии Windows, которые им пришлось приобрести в комплекте с ПК, из-за того, что сами производители ПК отказывались принимать копии. Как итог, благодаря сделанному шуму, Microsoft начали возвращать деньги за лицензии, и думать о создании новой системы возвращения лицензий. Linspire. Коммерческий дистрибутив Linux, который фокусировался на улучшенной совместимости с Windows. Кстати, первоначальным названием проекта было Windows, из-за этого они даже судили с Microsoft, но хоть все решилось мирно, название поменяли на Linspire. Windows 10X и Longhorn похожи. По факту, эти две системы абсолютно разные, но судьба обоих очень похожая. Ну смотрите, представление абсолютно нового интерфейса, переносы из-за недоработок и непредвиденный перезапуск. Думаю, такая мысль имеет право на жизнь. Утраченные сборки, которые были найдены. Сборок Windows очень много. Среди них есть утраченные сборки. Конечно, часть из них была найдена. Например, сборка Windows Longhorn 4048 была найдена в 2020 году. Несмотря на то, что было скомпилировано в 2003, вы представьте, сколько же материала может быть потеряно. К примеру, не было найдено ни одной сборки Windows Blackcomb, которая разрабатывалась 5 или 6 лет. Вот такой разбор у меня получился. Ставьте лайки и подписывайтесь, если хотите побольше видеть такого контента на тему Windows. До скорых встреч!